подкупленный германии путин развалит российскую федерацию также как подкупленный германии ленин развалил российской империи сказал я недавно в одном из своих видео за что в комментариях написали смешно очень смешно там иронично но если вы подумаете над этим вполне может и на мою позицию ставить может быть и не шуткой потому что путин гдр там служил да знаете то есть вот допустим сбегнева джизинского на расчет же мало кто знает но мое поколение кто знает киссинджера то советник картера президента американского по нацбезопасности по моему ну то есть я которого не станет нам себя по советами с вами проявил сильно попив крови советскому союзу очень серьезный такой и остротех один из крупнейший 20 века американский вообще мировой так вот он своей статье 1994 года преждевременное партнерство не в тысячи дни в книге вот это большая шахматная скайбина в статье с такой можно почитать она небольшая он говорил о том что без украины российская россия никогда не станет империи а с украиной подкупленные а потом и подчиненные россия автоматически превращается в империю конец вот теперь представляем что если вы допустим западный мир условно там я знаю американцы просто западная европа вы хотите не допустить этого что вы сделаете чтобы никаких вообще даже намеков не существовало на возможность соединения там украины с россией ну огромное количество людей вот я допустим я родился в родине я харьковчанин да ну там хп и закончили родители там уже мама беременная ехала по распределению нас направили ее направили на урал меня там ради рожать да то есть мама русская отец украинец то есть таких же семей огромное количество в украине я в харькове живу 26 километров от российской федерации границы абсолютно русскоязычный город был то есть как ну вот что чтобы вы сделали на месте там такого условного западок это коварно замышляющего я не конспиролог совершенно очень и грамочки но просто поставьте себя что у вас стоит такая задача чтобы делали вам просто какой-то там think tank собрали вас играть решите как лучше сделать так что ну невозможно совершенно уже 30 лет прошло с развала союза 20 лет прошло с развала союза они все еще блин там братьями друг друга считают я до 13 года до 2013 вполне себе пророссийский моряльным к россии был украинцам я сейчас читаю свои тексты в интернете 2000 начало 2013 года там такое люзоблюдство по поводу российской федерации российской империи и советского союза ну сейчас просто это отвратительно читать ну что что есть то есть что выруб написано пером не вырубишь топором что называется да совершенно я когда слышал что там на нас россия нападет я смеялся я говорю что нафиг нам это армия у нас русские братья там на запад кто-то сам почему-то хочет да то есть таких люб было огромное количество ну то есть вот представьте что вам надо с этим делом что-то делать ну тогда ну попробовали крым аннексировать огромное количество людей у таких как я там я вернее еще начал с этих шоколадных сырных войск газовых вот этих вот огромных цен на газ удивлялся на что это за братья такие которые тебя и так бедную украину нищую блин обирают до последней нитки этому хас этот ставят самый большой цену ну ладно ну когда крым уже это было огромное количество людей вот у меня просто подразделение в четырнадцатом году были люди которые на майдане на майдане стояли против майданов на антимайдане они были но когда россия аннексировала крым они пошли с добровольцами в армию ну и как бы крым это было хорошо но мало если мы рассуждаем что мы собираемся разделить навсегда украинцев и россиян как что мы можем сделать если коварные замыслы у нашего разорвать полностью украинцев от россиян россиян это все эти семейные связи похренить память ну после крыма это только более надо эскалировать ситуацию и начинать блин там ну просто военную силу применять что делается почем если вы хотите там допустим выше чтобы русские украинцы про российские украинцы были с россией наверно надо покончить там какие-то украиномолны там запад бомбить украины но если вы хотите допустим блин для того чтобы русскоязычные пророссийские украинцы навсегда отторжение было идея синкразия просто началась против русских россиян что вы начнете начнете бомбить харькову одессу запорожье захваченные территории расстреливать пытать насиловать ну так буча вот это все ну то мне кажется что это ровно то что сейчас происходит то есть по моему человек совершенно целенаправленно делая так чтобы на поколение вперед просто отторжение было у всех русской русский язык отсюда вышел что просто что просто стыдно было говорить на русском что не дай бог тебя за русского не приняли ну то есть если ты хочешь такого эффекта добиться то ровно на это надо и делать стирать ядре нефери бахмут убивать там в мариуполе блин людей блин а тысячами десятками тысяч гражданских бомбить мой харьков ну серьезно подумайте это не так уж да и что и замечательно он свое там получит потом бочку варенье и там печи идеи свалит это все конечно конспирология но серьезно если вы хоть вот поставьте просто подумайте я серьезно если вы захотели бы если вам такую задачу поставили навсегда вызвать отторжение между украинцами и россиянами вы бы ровно так же поступали как путин ну один был один повторяли его действия серьезно так что это не шутки все буду украины